всем привет сегодня поговорим о линейке продуктов linux mint 19 с рабочими столами ценам он мэйд x-face кеды они перестали поддерживать только три рабочих стола ну вот ценамон значит на ценамоне как видите даже вот у меня файлик я прикрутил с 10 виндой занимает файлик всего лишь 6,6 гигабайта и на винде у меня все самые необходимые программы тут это самое сделано как файлик делается очень просто устанавливаете десятку через виртуальную коробочку когда все настроите там дальше уже значит есть такая графа экспорт и вы выдаете эту конфигурацию сохранить как экспортный файл здесь вот когда все сделаете вот импорт экспорт видите вот экспорт профилей там пару раз вас спросят что делать дадите имя место где сохранить и будет у вас видеться этот файлик размеры небольшие на его в принципе можно даже поместить на флешку больших размеров и носить собой к любому компьютеру где есть виртуальная коробочка можете подключить и у вас винда будет как говорится грузиться везде но в данном случае значит мы говорим о linux mint вот сейчас 19 рабочий стол ценам он вот еще раз хочу вам показать ту легкость и простоту при помощи которой значит вот здесь очень легко значит удалять самые можно различные программы вот например интернет вот тут есть одна программу лина вот она сандерберт вот на ее примере я покажу как надо легко и просто удалять ненужные вам программы правой кнопкой мышки вот удалить левой кнопкой нажали на удалить здесь всего лишь завели пароль и нажали на аутентифицировать вот какие грамоте от русского языка придумали такое длиннющее слово большое им за это минус за то что коверкают русский язык если нет в русском языке подходящего слова то по крайней мере выбирайте международные синонимы самые краткие а самые краткие везде это значит окей всего лишь две буковки и ясно и понятно а теперь посчитайте сколько буковок в слове аутентифицировать ну теперь вот разница понятно да и черт еще знает что там такое там можно по словарю там поползать поискать там аутентичный ты-ты-ты-ты елки-палки но во всем мире принято окей хорошо нормально но и все и две буквы кратко нет вот появляются такие вот скажем в кавычках любитель русского языка которые еще и в среду программистов затесались ну господа ну чего вы там делаете-то сидеть в носу ковыряете следите за чистотой-то языка ну ладно и так значит вот допустим вы скачали или официальный образ или сборку допустим вот с моего сайта сейчас покажу гаясь ползунком вниз вот кладовочка на кроке хорошая кладовочка на кроке ребята там как говорится работают нормальные патриоты вот смотрите линукс сборки значит сейчас я разошью что было получше видно вот linux mint вот идете на linux mint пожалуйста на ценам они вот 19 версия сам последняя 64 битная 32 битных я не делаю все написано две программки это для флешек у кого винда это у кого для linux а имя пользователя юзер пароль единичка и написано по-русски вам поддержка до двух тысяч двадцать третьего года считайте сами пять лет нормальной спокойной жизни будут появляться новые версии потому что минт штампует их там каждый там три шесть месяцев и будет там 19 1 2 3 20 вам оно это надо вот если у вас все настроено и работает нормально и пять лет вам гарантирована на полностью поддержка оно вам надо или нет вот я так полагаю что многим оно и не надо что многие люди он некоторые до сих пор используют винду xp уже и поддержка кончилась а люди вот полюбили ее используют а здесь вот дистрибутив который поддерживается будет вам гарантированно пять лет ну и что теперь пошли дальше значит помимо того что вот у меня на рабочий стол ценам он значит сделано значит на мэйт у меня тоже значит вот 19 версия тоже сделано все то же самое но дистрибутив вышел несколько на побольше потому что там к нему компис прикручен там всякие прямобахи но все то же самое плюс вот скачиваете вот образ скачиваете там вам если надо программу записать на флешку в линуксе или винде имя пользователя но и опять таки напоминалка на пять лет но и последнее значит как говорится вот x-face опять смотрите вот девятнадцатая опять до двух тысяч двадцать третьего года имя пользователя пароль образ там 2 и 6 проге здесь вот в винде можно значит установить этот образ и двумя этими прогами но это значит установить само из образ а это еще плюс поисковичок операционных систем то есть практически нужно уметь еще пользоваться вот всеми этими скажем так благами и качествами грубо говоря значит вот пользователи имеется там скажем так но несколько типов одни значит но я их называю сказать умеренные скажем нормальные пользователи на которые скачали допустим там или официальные образы настроили его или сборку скачали что время там не терять там на сложные программы что не нужно повыкидывали что нужно поставили и пользуются вот а и значит я их называю автогонщики которые за каждым пуком мы значит за каждым обновлением значит сломяя голову значит бегут чтобы у них была сама последняя версия это глупость не нужно гоняться за это они же вам сделали тестовый полигон на минте чтобы каждую свою безумную там идею обкатывать а надо всего выставить там на два уровня значит во первых сделать обновление сделать раз в месяц снять галочку с обновлений ядра чтобы не вам на ядро там потому что если у вас все настроены работает то вы на этом ядре и просидите пять лет вам не надо обновлений а погонитесь за обновлениями ядра один-два обновления потом у вас перестанет ту коробочка перестанет работать у систем бак перестанет работать и так далее еще раз повторяю вот та конфигурация которую у вас вот настроены все работает нормально в принципе вы можете все это дело заморозить все вот видите я так настроил значок обновления что то сейчас у меня на верхней линейке даже не показывается потому что этот скажем так маячок порой может вам очень скажем на плохую службу сослужить вот такие вот новости меню вот видите тоже у меня значит здесь нету этого значка апдейт как до него добраться но вот здесь я попробую посмотрите так вот видите менеджер обновлений ну я могу попробовать его вот сюда вот перенести вот сюда не надо мне чтобы он не мозолил глаза здесь а вот теперь посмотрите какие должны быть скажем по моим понятиям настройки менеджера назначить первое вот вы видите стояла всегда показывать обновление ядра я эту галочку снял и поставил значит вот закрыть менеджер установки обновлений на показывать значки в системном лотке только при наличии обновлений или ошибок и показывать предупреждение вот три сверху и три снизу значит от значка у меня отмечено теперь посмотрите уровни только два уровня отмечено все на автообновление вот один раз в двадцать восемь дней все и вот в таком разе значит на делайте на это на любом менте любом любой конфигурации и живите себе спокойно то есть вот поймите что если вы вот при данном ядре поставили все свои необходимые самые программы и все у вас работает нормально и вам дается пять лет спокойной жизни ну так и используйте это отмените обновление ядра одно там простые обновления там он пусть вам раз в месяц там вам делает и достаточно то есть у вас тут нормальный компьютер минс система сама по очень устойчивая до плюс вот тут я просто поставил систем бак систем баком можно делать резервные копии программой time shift можно делать резервные копии можете еще поставить qt5fs архивер сейчас не помню вставил я вот эту сборку или нет да ради бога вот все у вас тут как говорится под рукой и и корочки и по используйте как говорится свою фантазию плюс допустим скачали в сборку программа значит проверили там настроили там зеркала там время все работает нормально сделали резервную копию не образ живой которая на флешку а именно вот резервную копию там где-нибудь на другом разделе жесткого диска ну и используйте его нормально чуть не так откатились назад очень просто ну а любители рабочих столов пожалуйста их же очень много вот кому-то нравится x face кому-то нравится мэйд ну сейчас я там по каждому из рабочих столов немножко пробегусь вот мой любимый рабочий стол это рабочий стол от ценам он ну не знаю но нравится мне да и все очень удобный функциональный очень нормальная менюшка очень легко управлять автозагрузкой например вот зашли в автозагрузку там программ на некоторых столах там нет черта знает как ее найти где вот а здесь пожалуйста взяли там чё надо включили вот я не хочу допустим чтобы у меня варите стартовал этом каждый раз автоматически вот я могу взять и убрать планка допустим не хочу я чтобы у меня он стартовал автоматически я могу допустим взять его убрать могу значок планка поместить вот сюда на верхнюю линейку и только когда мне нужна будет этого дополнительная панель ну только тогда я значит и буду значит этот значок запускать и и все то есть понимаете вот ну у меня очень нравится вот девятнадцатый момент ценам он именно вот свою и своей простотой удобством настройки ну по многим параметрам но поверьте у меня уже опытом здесь имеется вот хотя я ничего не имею против говорится на других окружения рабочего стола ну кого что нравится даже вот перестали они поддерживать кеды да ну ну чё делать то людям а кому-то очень нравится значит кеды ну и что значит а я недавно делала сборочку называется она не он кеды размеры тоже очень такие скромная там два и три гигабайта вот тут пароли ну там тоже по моему пароль имя пользователя юзер пароль единичка тот же рабочий стол кеды пожалуйста значит самый современный или скажем так один из самых современных и все на нем работает и крутится и пользуйтесь так что любители кедов тоже оказались не обделенными и для них есть свеженькая сборка пожалуйста вот здесь берите и качайте и видеоролик у меня по покетам сделан смотрите вот я сейчас перескочу на мэйту у меня там а по мэйту было на парочка там замечание я вам покажу некоторые нюансики по мэйту итак я нахожусь на linux mint 19 с рабочим столом мэйт на какие здесь нюансы ну мне всегда знаете нравилась очень гибкая система панелек вот посмотрите раз два три все абсолютно чистый рабочий стол можете с него поубирать можете даже иконочки отключить можете эти значки у вас будет сказать пустой рабочий стол этот сказать для аскетов вот дополнительные панельки их можете понаделать сколько душе угодно но мне вот тут хватило как говорится и двух панелек для самых основных настроек что же какие особенности значит вот здесь есть значит вот раскладка иногда вызывает нюансы вот я хочу переключиться на русскую вроде бы как переключился а не идет она я обычно всегда в мэйте пробовал переключиться на раскладку находясь какого-нибудь редакторе вот по типу здесь я там что-нибудь набираю но давайте допустим я сейчас вот так вот сделаю вот там шива и он мне печатает русской раскладки видите хотя вот здесь стоит значок вот английской перехожу на английскую вот вроде бы английская ну qwerty напечатаем ну тоже вроде бы как все печатает но вот иногда с раскладка вот умает значит вот сейчас уже значки стали нормально работать бывают нюансы на причем какие вот данная сборка она значит рассчитана на имя пользователя юзер и пароль единичка если вы будете ставить себе мою сборку но с другим именем пользователя и пароля то тогда вам нужно будет так вот что вам нужно будет сделать вот установки программ в самом конце значит вот здесь вот будет такая штучка флаги стран для мэйт и вот если у вас имя пользователя и пароль другие то вам необходимо будет сделать сначала вот эту команду выполнить в терминале затем вот эту и и затем вот третью команду ну и тут вот идет уже объяснение что там как происходит и так далее вот ну по крайней мере сказать она у вас тут тогда все это самое дело заработает и все будет хорошо и и прекрасно значит но дальше что еще по мэйту вот лично у меня значит не знаю в чем там дело кто знает скиньте ну что с мы там я не очень-то много дел имею основное у меня конечно это мой рабочий стол ценам он вот посмотрите значит если любое приложение которое допустим я запускаю в мэйте ну вот допустим так вот да удастите например ну первый раз там ладно окей вот смотрите свернуть сделать поменьше и выключить так вот посмотрите если в мэйте я назначаю в значке приложений на свернуть это равно сильно тому что она как говорится взяло и выключилась в чем там дело значит я не знаю особенно не вдавал сын но это надо лезть в настройки смотреть там в окнах что там они там сама накурочили вот и активировать чтобы функцию свернуть значит работала вот довольно таки неудобно потому что ну сами видите нажимаешь на свернуть как обычно ждешь что приложение будет свернуто и в любой момент его можно будет развернуть а тут бах она показывать что выключена вот ну вот по моему это значит на такие мои скажем пользовательские замечания ну хочу подчеркнуть что я сказать просто может быть в силу того что не имея достаточно навыка на мэйте значит вот у меня такие вещи получаются а так основном программы на него встали нормально все все грузится все нормально система панелек очень гибкая их можно и горизонтально и вертикально там расположить и двинуть там куда угодно да ради бога нравится у меня все это дело в мэйте вот поэтому значит я могу вам его рекомендовать хорошая такая дружественная рабочая среда ну разберитесь там сами только как там все это дело будет значит с приложениями значит их сворачивание сворачивание и разворачивание ем и думаю что все будет нормально в основном хорошая удобная среда и мне что нравится вот смотрите как красиво раз два три хоп все чистенький рабочий стол надо вам открыли только главную панель сейчас секундочку вот все очень скажем так вопрос управление вот ну ладно значит пойдем дальше посмотрим еще последний стол x-face и на этом краткий обзор по линейке девятнадцатых ментов я считаю что будет закончен итак мы находимся на рабочем столе x-face linux mint 19 линейки значит ну что я скажу значит у x-face а тоже очень хорошие свои панельки вот одна вот можно вторая а можно сделать еще столько сколько говорится вашей душеньки потребуется и еще раз я заостряю свое внимание вот на таких моментах значит вот здесь вот графе поискать я сейчас заведу словечко апдейт обновление потому что видите я значок апдейт убрал чтобы он глаза лишний раз не мало не мозолил вот менеджер обновлений вот я запускаю показываю значит что нужно делать при уже настроенном рабочем столе и x-face да при любом настроенном рабочем столе если вы скажем не гоняетесь за самыми последними версиями с точками и так далее а вам просто нужно рабочая система вот правка параметры вот три сверху должно быть отмечены и три снизу то есть не надо отмечать все обновления ядра и здесь тоже прятать значок а когда нет никаких там важных обновлений чтобы он здесь вам глаза не мозолил дальше уровни вот всего лишь два уровня автообновление вот раз в двадцать восемь дней они как там они изначально сделали там каждые два часа десять минут пользователь не обезьяна и не надо его вы нуждать работать и делать то что он не хочет вот и все дальше значит как видите значит значок здесь у вас будет появляться только тогда когда вы этого захотите x-face очень удобный рабочий стол и практически все здесь также ставится настраивается и так далее да без проблем единственная программа которая значит вызывала какие-то там определенные трудности при установке это программа систем баг но побороться за это стоило потому что во первых она создает хорошие надежные бэкапы и затем она создает живые изообразы которые можно записать на флешку и с которыми можно поделиться с друзьями знакомыми или которые можно выложить на облако чтобы люди могли скачивать и на также как говорится проверять там как что работает потому что не у всех есть время самому делать свои сборки вопрос о том что стоит ли пользоваться авторскими сборками или делать все самому решился давным-давно поэтому мне в комментариях писать не нужно а вот а вот делается для всех нравится ручками работайте ставьте все сами нет времени по каким-то причинам скачиваете образ курочки его что-то там даже если накурочили всегда можно вернуться назад только первый раз когда скачали поставили вот сразу делайте первую копию делайте первую копию программы систем баг так не изообраз а вот именно настоящий бэкап делайте на другом разделе жесткого диска вот практически и все все остальные заявленные программы ставятся или через менеджер программ или через синаптик или через дебиановские файлики единственное что значит в девятнадцатой линейке было это вот значит было непросто поставить сейчас покажу вот смотрите установки программ значит вот одна программа вызывала трудности значит и другая это установка и настройка вот конки менеджер значит здесь это делается двумя командами вот просто терминал открываете копируете вот одну команду и затем копируете вторую команду иконка конки менеджера вас поставится а там все остальное как говорится делаете уже по видео урокам для Linux Mint 18 я делал очень обширный урок значит и на него очень легко попасть сейчас я вам покажу просто просто я не хочу тут масло масляное по тысячу раз повторять именно только на моментах которые важны вот смотрите вот на главной странице моего сайта она дана под каждым моим видеороликом вот вы на нее попадаете по ссылке и вот кликаете вот здесь и вот здесь основной видео урок который очень большой как видите там на 2 часа там и 46 минут но под ним если вы вот посмотрите видите по-русски еще по-английски там бо вот открываете и это как книга оглавление и все что вам нужно сделать значит здесь многие вещи одинаковые единственное значит не идет систем баг я вам покажу как делать систем баг и значит конки менеджер но давайте поищем где тут они прячутся сейчас вот так вот первую часть я вам показал как поставить конки менеджер а вторая часть как ее настроить вот здесь вот нажмете и именно на тот участок где показано как ее настроить вот практически и все как же вам мне показать как устанавливать устанавливать систем баг если он у меня уже установлен ну давайте сделаем таким образом несколько как говорится варварским но для цели обучения тут уж как говорится никуда не денешься так систем баг вот сейчас правильно скопируем обновимся ну и уберем полностью систем баг вот перч команда на удаление все я его убрал сейчас вот здесь я уберу вот этот значок ну и на всякий случай значит вот мы что еще сделаем возьмем пылесосик и пылесосиком пройдемся почистим все чтобы как говорится было все без дураков то есть вот я вам показываю установку систем баг на диск жесткого на раздел жесткого диска вот именно так как я это дело делаю ну что все остальные программы ставятся стандартно или через синаптик или через менеджер программу или через беновские файлики без разницы видите система чистая так вот как я все это дело делаю значит мне нужно будет вернуться на свой сайт так у меня здесь это сайт идете на мой сайт ползунком вниз вот крок это моя кладовочка значит здесь будет вот такая строка программы для linux и здесь ищите строку system баг вот и берете скачиваете вот это вот system баг install pack и так далее 23 мегабайта совсем крошечные скачать точно точно такой же файлик можно найти на source forge нет сейчас идете вот на 1.8 и выбираете файлик как вот вот этот вот где написано install pack вот точно такой же вот 24.3 мегабайта здесь тут даже чуть поменьше любой из них качаете когда файлик скачаете что нужно делать значит ну давайте вот я еще так 1.8.402 1.8.402 1.8.402 ну то же самое что нужно будет делать вот смотрите значит открываете файловый менеджер идете в отдел загрузок где он тут у вас вот и этот файлик правой кнопкой мышки нажимаете распаковать сюда этот можете уже убирать так вот здесь открываете файлик и вот находясь в этом окошке правой кнопкой мышки нажимаете открыть в терминале и мало того что открыть в терминале вы значит теперь идете и набираете суда суда пробел с ю enter суда пробел с ю enter заводить и и вот только после этого берете вот этот файлик install.sh сюда перетаскиваете и нажимаете enter и вот первое что он у вас спросит выберите какую-нибудь там цифер цифирь я всегда выбираю цифирь нам номером пять вот для джессики и пошла установка system bug ставится ну скажем так не шибко быстро не шибко долго но нормально ставится и вот сообщение установка успешная но вот после этого всего я делаю еще вот такие вещи значит дополнительно в терминале я завожу вот такую командочку устанавливаю live boot вот она enter единичка ну пишут что уже установлено а у вас не установлен поэтому значит там будет чуть подольше и на всякий случай страхуюсь убираю вот casper enter все вот после всего этого у вас программа system bug начинает работать нормально ее теперь всегда можно будет взять выдернуть вот добавить на панель вот я нажимаю что на вторую панель а здесь уже я ее как говорится перемещаю вот сюда все значок system bug у меня рядом ставим shift и как говорится все меня устраивает вот можете так проверять то есть скачиваете чистый дистрибутив с официального сайта ставьте на него вот как я вам показал программу system bug ну еще вишенку скачаете команду и видео файлик ставите system bug а дальше как говорится ставьте то что вам нравится как говорится ваши любимые там настройки и прочее и прочее вот особых проблем я не вижу тиринга значит в этой линейке нет разрывов при записи программы а значит для записи экрана так что тут они потрудились вот хорошая нормальная как говорится сборочка такая ну и плюс ко всему значит я вот уже вам показывал значит покажу еще раз вот смотрите значит здесь под этим видеороликом я вам дам не какую-то конкретную сборку дам вам вот что ссылку ссылку так вот на сборке алексея так вот я вам там ссылку на просто на все сборки linux mint а и и x-phase вот здесь вот девятнадцатая сборочка тоже качаете тут программа есть для записи как говорится занимаетесь скажем так это элемент творчества файли команды и видео скачать можно вот отсюда программу программу через три поставить или через менеджер программ или через синаптик или скачать дебяновский файлик через интернет от самого разработчика программы вот практически и все на девятнадцатой линейке то есть принципы которые были изложены при значит установки и настройки самых различных программ вот я тут написал linux mint и написал версии там и цена monx face т т т т т вот ну за исключением kde потому что когда я сейчас они уже отключили вот они все здесь основы они остаются вот вам оглавление тут два часа и сорок шесть минут видеоролик повторяться я не буду на любой момент заскочили посмотрели оно так же работает и на linux mint 19 то есть единственное что значит всего лишь там две программы систембак я вам показал как устанавливать и настраивать и конки менеджер дал там две команды для терминала вот практически и все ну ладно на этом значит я с вами прощаюсь желаю вам всего самого доброго и до новых встреч до новых встреч